Видео подготовлено сайтом online-gdz.net. Задание 1004. Расстояние между двумя островами равно 556,2 км. От этих островов навстречу друг другу одновременно отправились два корабля. Навстречу и одновременно. Которые встретились через 7 часов после отплытия. Один из кораблей шел со скоростью 36 км в час. А с какой скоростью двигался второй корабль? Для того, чтобы определить скорость второго корабля, мы составим уравнение. Давайте обозначим. Пусть х – это скорость второго корабля. Искомая скорость второго корабля. Если корабли двигались навстречу друг другу, выехали не одновременно из двух островов, то получается, что скорость сближения их будет равна суммарной скорости этих кораблей. То есть 36,8 скорость первого и плюс х-скорость второго – вот это и есть скорость сближения. Скорость сближения кораблей. Так, ну и теперь, через 7 часов эти корабли встретились, значит, если мы скорость сближения умножим, давайте умножим 36,8 плюс х, если мы вот эту скорость, мы возьмем ее в скобочки, умножим на 7 часов, то мы как раз получим расстояние между островами. Ну, потому что корабли-то одновременно вышли с этих островов и встретились через 7 часов. То есть все расстояние они прошли. Вот мы получили уравнение. Теперь, если мы решим это уравнение относительно х, то мы и определим скорость второго корабля. Ну, для того, чтобы решить это уравнение, нужно его преобразовать, хотя, впрочем, нет. Мы вот так найдем неизвестный множитель 36,8 плюс х. Это у нас неизвестный множитель. Чтобы его найти, мы должны разделить. В правой части у нас получается произведение множителя скобки на 7. Значит, мы должны разделить на 7. Так, ну и разделим на 7. Давайте вот здесь справа выполним деление 556,5. разделим на 7, на 7. Так, 5 на 7 не можем разделить. 55 на 7. Ну, по 8 нет, по 7. 7 и 7, 49. Вычтем, получим 6. Так, сносим шестерку. 66. Ну, возьмем по 9. 9 на 7 – это 63. Остаток 3. Сносим пятерку. Ну, это пятерка после запятой в делимом. Значит, надо в частном тоже запятую поставить. 35 на 7 – это 5. 5 на 7 – 35. Вычитаем, получаем 0. Деление окончено. 79,5 – это у нас частное. И тогда в наше уравнение, вот мы записываем это в наше уравнение. Справа у нас 79,5. Ну, а теперь найдем х, как неизвестное слагаемое. 79,5. Нужно вычесть 36,8. Вычтем 79,5 минус 36,8. 15 минус 8 – 7. Единичку мы взяли здесь. 8 минус 6 – 2. 7 минус 3 – 4. Запятую под запятыми. И х равно 42,7. Так, теперь смотрим. Х – это же мы обозначили скорость второго корабля. А вопрос нашей задачи – с какой скоростью двигался второй корабль? То есть мы теперь уже можем дать ответ. Второй корабль двигался со скоростью 42,7 км в час. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте. Продолжение следует... ... Продолжение следует...